Кандидаты определены. Завершена регистрация участников избирательной кампании 2017. Аренда помещения на льготных условиях. В Ниницком округе объявлен очередной конкурс на предоставление офисов в бизнес-инкубаторе. Пострадавшие от паводка получат материальную помощь. Администрация Заполярного района начала перечисление средств жителям трех поселений. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Завершена регистрация кандидатов в рамках избирательной кампании 2017. В 10 муниципальных образованиях, где планируется выбор 10 сентября, избирательные комиссии завершили этап регистрации кандидатов. На 4 мандата сельских глав выдвинулись 19 человек. Все зарегистрированы. На 67 депутатских мандатов документы подали 128 человек. Зарегистрировано 124 кандидата. Как сообщили в избирательной комиссии НАО, на мандат городского депутата по центральному округу претендовали 9 человек. Из них четверо выдвинуты политическими партиями. Ведущий менеджер городского управления строительства и ЖКХ Оксана Чипсанова от «Справедливой России», пенсионер от КПРФ Татьяна Федорова, помощник депутата Госдумы Петр Шураков выдвинут партии ЛДПР и заместитель директора регионального центра развития образования Елена Хабарова от партии «Единая Россия». Пятеро кандидатов заявились в порядке самого движения, но избирком зарегистрировал лишь двух. Остальным претендентам отказано в регистрации из-за ошибок в подписных листах. Таким образом, дальнейшую борьбу за кресло депутата городского совета продолжат шестеро кандидатов. В сельских поселениях самый высокий конкурс в селе Ома – 9 кандидатов на место главы. В Усть-Каре и Андике по три кандидата на должность руководителя муниципалитета. В Пустозерском сельсовете зарегистрированы четверо кандидатов на должность главы. В окружном избиркоме прогнозируют, что в единый день голосования на избирательные участки могут прийти около 7 тысяч избирателей, проживающих в поселениях Заполярного района и на территории избирательного округа Центральный в Наринмаре. Материальную помощь в связи с повреждением имущества в результате паводка получат 185 человек. В администрацию Заполярного района поступили пакеты документов от жителей Великовисочного, Харуты и Оксина, дома которых пострадали во время наводнения. В настоящее время выплаты получили 58 человек на общую сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. Наибольшее количество заявлений поступило из Великовисочного. Там от большой воды пострадали 176 жилых помещений. Из Харуты поступило 8 заявлений, одно из Оксина. Средства на оказание материальной помощи предусмотрены в резервном фонде Заполярного района. На южной сессии у нас там средства предусмотрены в размере порядка 8 миллионов. Это на всех. У нас потому что Луксина, Харута и Виска. Пакет документов от всех поступил. Сейчас у нас отдел ГУЧС обрабатывает эти документы и потихоньку уже отдают на распоряжение, на средства уже выплаты. Сумма выплаты зависит от нанесенного ущерба. Если жилое помещение затопило ниже уровня чернового пола, жильцы получат 10 тысяч рублей. Если вода зашла выше чернового пола, но не достигла основного пола, сумма составит 20 тысяч рублей. В случае затопления основного пола, когда вода зашла в дом, граждане получают по 30 тысяч рублей. Средства будут поступать на расчетные счета граждан или в случае непредоставления реквизитов в администрацию муниципального образования. Бизнес-инкубатор по выращиванию новичков. Объявлен очередной конкурс на предоставление офисов в Центре развития бизнеса Ненецкого округа. Заявки от потенциальных резидентов уже принимаются организаторами. Кто может воспользоваться комфортными условиями для развития собственного дела, узнала Любовь Пермякова. Молодой предприниматель Илья Кадикин показывает нам свои владения. Комплекс отдыха на природе, включающий в себя два древенчатых домика и беседку. Вот это у нас гриль-домик. Мы построили его в том году. Каркасная технология. То есть зимой и летом. В принципе, зимой не жарко, зимой не холодно. Сюда, в Центр экологического туризма, и летом, и зимой приходят гости. В холодное время года покататься с горки на санках, ватрушках, летом отдохнуть на природе с семьёй или друзьями. Уютные домики в живописном месте, мангал и качели для самых маленьких посетителей привлекают жители округа. Чтобы клиентам было удобно заключать договоры с представителями турбазы, с января этого года Илья и его команда переехали в бизнес-инкубатор. Мы располагались тоже в городе. В городе на Полярной мы были. Сейчас переехали. Можно сказать, основная причина, почему переехали, это экономическая. Здесь достаточно хорошие условия для предпринимателей, низкая арендная ставка. Ну, вся инструктура, плюс всё равно центр города. То есть нам нравится, нам удобно. Очень удобно вести свои дела в бизнес-инкубаторе ещё десяти предпринимателям. Ведь для выращивания новичков созданы все условия. Каждый кабинет оборудован мебелью, обеспечен телефонной связью и интернетом. Здесь предприниматели могут получить помощь по юридическим, финансовым и организационным вопросам. Срок размещения в центре не более трёх лет. По словам специалистов, этого периода достаточно, чтобы встать на ноги и уйти в свободное плавание. Чтобы как можно больше предпринимателей имели такую возможность, 1 августа стартовал очередной конкурс на предоставление офиса в бизнес-инкубаторе. К основным условиям, предъявляемым предпринимателям для участия в конкурсе, относится обязательная регистрация на территории Ненецкого автономного округа. Срок деятельности предпринимателя не должен превышать трёх лет. И у предпринимателя должна отсутствовать задолженность по платежам налоговым и иным платежам бюджетной системы Российской Федерации. При отборе участников будут учитываться социальная значимость и актуальность бизнес-проекта для округа, его конкурентное преимущество и финансовое обеспечение. Заявки от потенциальных резидентов принимаются в Центре развития бизнеса НАУ по улице Ненецкая, 3, с 1 по 15 августа. Итоги конкурса будут подведены 23 числа. Сейчас в бизнес-инкубаторе осталось всего два офиса, на которые могут претендовать предприниматели. Их площадь составляет 6,20 квадратных метров. В будущем резиденты арендуют их по льготной цене – всего 360 рублей в месяц за квадратный метр. Также новички бизнеса будут иметь возможность пользоваться конференц-залом для проведения деловых встреч, а также получать бесплатные консультации от специалистов Центра по развитию собственного дела. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Очередные жертвы мошенников в социальных сетях. В полицию поступили заявления от граждан, потерявших свои деньги из-за доверчивости. Возможность купить билет на катер через интернет – такую задачу поставил глава региона перед администрацией Заполярного района. Заполярному району поручено проработать механизм продажи билетов на пассажирские перевозки по Печоре через интернет. Глава региона Игорь Кошин поручил администрации Заполярного района, в чьи полномочия входит организация пассажирских перевозок между населенными пунктами НАО, организовать разработку мобильного приложения для покупки билетов на речные рейсы. Сейчас пассажиры приобретают билеты у кассиров на борту Содин. По мнению главы региона, в век развития цифровых технологий людям необходимо предоставить возможность покупать билеты дистанционно. Кроме того, заказ билетов через электронную систему позволит перевозчику заранее оценивать загрузку рейсов и эффективнее выстраивать маршруты по Нижнепечорью. В настоящее время муниципальное предприятие делает это в ручном режиме, обзванивая поселение и составляя предварительные списки. Пассажирская навигация в Нинницком округе традиционно открыта с июня по октябрь. В это время жители сел Нижнепечорья активно пользуются рекой, чтобы добираться до столицы округа или других поселений, расположенных на берегах Печоры. Услуги по речным перевозкам в Нинницком округе оказывает муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания». Ежегодно она перевозит порядка 12-16 тысяч пассажиров. Львиная доля затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок, водным транспортом, субсидируется из окружного бюджета. В этом году округ выделил Заполярному району на эти цели более 9 миллионов рублей. За последние 4 дня в дежурную часть окружной полиции обратились 7 жителей региона, которые стали жертвами аферистов посредством социальной сети «Друг вокруг». Общая сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей. Во всех случаях мошенники действовали по одной уже наработанной схеме. Жертвы мошенников размещают о социальной сети «Друг вокруг» информацию о покупке какой-либо вещи. Через некоторое время с ними на связь выходит якобы продавец, который сообщает о том, что товар он доставит им, когда будет получена оплата. Доверчивые жители нашего региона переводят эти деньги на банковские карты мошенников. Следовательно, эти деньги они лишаются. О том, что так называемый продавец оказался аферистом, доверчивые граждане понимают только после того, как мошенник перестает выходить на связь, не отвечает на сообщения, а телефон его становится недоступным. Сотрудники окружной полиции призывают жителей округа быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Также стражи порядка рекомендуют гражданам оплачивать товар по факту доставки и не сообщать неизвестным людям пин-коды и реквизиты своих банковских карт. По прогнозам на август, риск возникновения пожаров в лесах региона невысок. Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесохрана» опубликовала прогноз рисков чрезвычайных ситуаций в лесах Российской Федерации, связанных с лесными пожарами. Согласно этому прогнозу, леса на территории Ненецкого округа в августе отнесены к зоне с риском возникновения лесных пожаров ниже обычного уровня. В целом, повышенная пожарная опасность отмечена во всех федеральных округах, кроме северо-западного. По информации руководителя Ненецкого лесничества Алексея Плинокоса, с начала пожароопасного сезона 2017 года, который стартовал на территории округа 23 июня, в НАУ не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Тем не менее, Ненецкое лесничество напоминает жителям округа об основных правилах поведения при попадании в зону природного пожара. Самое главное при попадании в зону пожара уйти в безопасное место. Алексей Плинокос отмечает, что чаще всего при пожаре можно спастись, уходя от него поперек ветра. Если рядом находятся дети, необходимо договориться идти группой и не расходиться в стороны. Также, по словам специалистов Ненецкого лесничества, нельзя идти в сторону, где пахнет дымом, убегать от огня вверх по склону, прятаться в узких лощинах, углублениях и залазить деревья. Для сообщения о возникновении лесного пожара в Ненецком округе работает круглосуточная прямая линия лесной охраны. Номера телефонов 8-981-552-9833 или 4-01-73. В рамках акции «Чистые берега» в Ненецком округе планируют очистить 58 гектаров береговой полосы. Ежегодная всероссийская природоохранная акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» стартует в регионе 4 августа. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, приглашения для участия в акции направлены в 21 муниципальное образование и 31 организацию региона. В этом году от мусора уберут берега реки Печора и озер, которые жители региона посещают чаще всего на отдыхе. Предполагается, что 4 августа в акции примут участие жители Наринмара и поселка Искатели. Позже к ним присоединятся жители окружных сел. Принять участие в акции организаторы предлагают всем желающим. При необходимости участникам предоставят мешки для мусора и перчатки. Подробную информацию можно получить по телефону 2-13-59. В прошлом году экологическое мероприятие «Чистые берега» собрало более полутора тысяч активистов округа. За три месяца они очистили от мусора 9 рек, 6 озер и 3 залива в районе Наринмара и окружных сел. Общая площадь территории составила почти 30 квадратных километров. Участникам акции удалось собрать 17 тонн металла и технических отходов и 24 кубометра бытового мусора. Празднуют вместе со всеми! Для жителей Наринмара устроили праздник с национальной кухней и песнями, посвященный Дню Оленя. В День Оленя жители и гости окружной столицы смогли попробовать этнообед в ненецком чуме, который был установлен в самом центре города. В меню национальной кухни традиционные ненецкие блюда. Бульон из оленины, скоросолка из белой рыбы, кровяные лепешки и травяной чай. Все желающие могли примерить национальный ненецкий костюм и почувствовать себя кочевником бескрайней тундры. Хозяйка чума Людмила разливает по тарелкам бульон из оленины. Это традиционное блюдо ненецкой кухни. На его приготовление требуется минимальное количество ингредиентов и никаких заморских названий. Все просто, но очень вкусно и сытно. Традиционный бульон в приготовлении очень простой. Используется только вода, мясо, соль и иногда заправляют мукой. Это все ингредиенты, которые необходимы в традиционном бульоне. Кроме бульона из оленины, в меню это наобеда, скоросолка из белой рыбы, кровяные лепешки и травяной чай. Отведать блюда национальной ненецкой кухни сегодня могли все желающие. А местом встречи стал чум, который установили в самом центре города. Заглянул на огонек и гость из Череповца, Денис Антипов. Я попробовал, я не знаю, как это, суп, бульон из оленя. Я впервые в жизни пробую оленя. Очень интересный такой вкус, приятный. Мне очень понравилось. Если я в наших лесах повстречаю оленя, постараюсь его уговорить стать своим бульоном. Вообще у меня эта поездка, она состоит из приключений. Не просто было добраться, но от этого пребывание здесь еще более такое впечатляющее. Ну и вот я, кстати, впервые в чуме, хочу все зафотографировать. Такая очень интересная конструкция. Может быть, получится у себя тоже что-то подобное изготовить. Впервые гость из Череповца услышал и ненецкую речь. Хозяйки праздника исполнили песню на ненецком языке. В знак признательности за вкусные обеты гостеприимства ненецких девушек Денис Антипов, который, к слову сказать, приехал в округ для участия в молодежном творческом форуме «Тельвиско-арт» исполнил частушки. Я собралась в городе многое, а и гулять весело! Этнообед в Наринмаре организован впервые и посвящен тем, кто не сможет окунуться в атмосферу настоящего тундрового праздника в День оленя. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...